Чтобы определить, каких размеров вам нужна парилка, сначала нужно определиться, а какая вам нужна парилка. Она у вас будет русская или финская, вы будете сидеть или лежать, вы будете просто поддавать на камни воду, чтобы получать пар или париться вениками. Чтобы с этим было все ясно, давайте вкратце поговорим про основы банной эргономики, которые помогут правильно вычислить нужные размеры парной. Основы банной эргономики. На самом деле в бане только одно специфическое помещение, все остальные можно рассматривать как аналоги известных жилых помещений. Поэтому мы будем говорить только о парилке. Итак, что собой представляет парилка и как организуется пространство в ней? Чаще всего мы имеем дело с парной либо русской бани, либо финской сауны. Они разные. Они отличаются не только температурно-влажностными режимами, но и способами их достижения. А это значит, что одной и той же печи, скорее всего, не всегда, но часто, будет недостаточно, чтобы воспроизвести оба режима. Отличаются и системы вентиляции, и конструкции полков. О том и другом мы уже рассказывали не раз у нас на парилочке или здесь на канале. Кроме того, объем помещения нагревается неоднородно. В нем можно выделить зоны с разной степенью нагрева. Размеры этих зон и температура в них зависит от конвекции тепловых потоков, а она определяется расположением вентиляционных отверстий. Но об этом вы найдете много материала на нашем сайте. Мы подробно освещали каждую из тем для того и другого типа бань. Если же говорить об эргономике, то предметом ее будет человеческое удобство, обусловленное анатомическими особенностями человека. А можно сказать так. Эргономика решает вопрос о том, как приспособить мебель и прочее окружение к нашей анатомии. Потому что сидеть, лежать, наклоняться, приседать и так далее нам удобно только в том случае, если учтены наши габариты и возможности. На этой схеме показано, как обычно сидят или лежат в бане. Как видите, минимальная ширина сидения должна быть не менее 40 см, а 60 см в глубину достаточно для того, чтобы сидеть удобно, отклонившись к стенке. И глубины сидения в 90 см уже достаточно для того, чтобы сидеть на нем, подобрав под себя ноги. Так вот, финны сделали бы три яруса полков с шириной 40 см на ступеньку, так сказать. Следовательно, в глубину их полок занимал бы всего лишь трижды по 40, то есть 120 см, метр двадцать. Длина его варьировалась бы в зависимости от габаритов помещения и количества людей в парной. Почему они сделали бы так? Потому что в сауне принято сидеть на полке, а не лежать. Они сидят и потеют, вот и вся банная процедура. Температура при этом достигает 70-90 градусов, влажность 5-15, 5-15 процентов. Воду на камне они льют меньше, пар у них густой, как из чайника, а вентиляция работает так, что всегда есть чем дышать. Кислород постоянно прибывает из вентиляции и быстро нагревается от печки-каменки. В русской бане полок шириной 40 см не годится, потому что на нем принято лежать, а другой человек должен парить лежащего. Минимально годная ширина такого полка составляет 60 см, но лучше отталкиваться от величины между свободно лежащими вдоль тела руками поруемого. Только в этом случае ему будет действительно комфортно лежать. То есть если человек широкий, то, соответственно, и полок должен быть пошире, чтобы человеку удобно было на этом полке лежать. Так что такой совет, если выбираете ширину полков, замерьте габариты самого широкого из самых частых посетителей вашей бани и делайте полок по вот этому человеку широкому. Русский полок это лежак, часто двухуровневый. Первый уровень которого может использоваться как ступенечка для парящего, а может быть сиденьем. Поэтому ему можно быть узким, 30-40 см в глубину. А второй уровень как раз широкий, подлежащего человека. Длина его, понятное дело, тоже должна быть соответствующая, например, 1,80 м, ну, в общем, от 1,80 м до 2,20 м. Хотя если всем маленького роста, в семье можно и поменьше. Возможно, вас привлекут варианты с упорами для ног, но тут надо исходить из конкретики вашей бани. Попробуйте сами рассчитать такой вариант. Данный ролик основан на отрывке из статьи сайта парилочка.ком про оптимальные размеры парилки в бане. Если вам хочется получить больше информации по этой теме, то рекомендую перейти либо по ссылке в описании, либо по ссылке в подсказке, либо по ссылке в конечной заставке на ютубе, чтобы посмотреть более подробно либо саму статью на парилочке, либо посмотреть ролик целиком, где эта тема рассматривалась. Кстати, также рекомендую вам посмотреть и другие полезные ролики на эту тему, которые указаны в написании под видео и в заключении на ютубе. На этом все. Всем желаю успехов и легкого пара.